как вы уже могли догадаться из моей небольшой заставки сегодня снова поговорим о маршруте на яхте по турции я недолго думал что у всех ассоциируется с турцией конечно же чай вот в таких вот фирменных турецких стаканчиках хай гайс надеюсь у всех все хорошо насколько это может быть хорошо в наше время но радует что стали появляться какие-то новости о возобновлении полетов с европой пока туго но вроде как говорят что в середине июня может быть июлям будут наверное самолеты конечно еще не точные новости но по крайней мере уже какие-то сдвиги так что надеемся на лучшее да я знаю что пора поменять майку но мне она очень нравится она хорошо контрастирует с этим светом и стеной кто впервые на моем канале меня зовут сергей кротов я занимаюсь арендой яхты много хожу капитана с удовольствием помогу вам подобрать яхту в чартер составить индивидуальный маршруч помочь со всеми другими вопросами возникающими у вас в течение вашего чартера огромное вам спасибо за отзывы и комментарии на мои прошлые влоги по маршрутом по турции и по италии надеюсь они вам были полезны и сегодня вам расскажу про еще один маршрут по турции но на этот раз на юго-восток со стартом из бухты фития по степени легкости переходов я бы его отнес к средней степени так как на нем есть пара таких не самых коротких переходов но места по данному маршруту очень красивые и интересные есть возможность как поселить так и посетить массу достопримечательностей на берегу два основных места старта нашего маршрута это фития и гёчик фития это достаточно большой город гёчик это небольшой городок даже скорее всего поселок но начнем мы наш маршрут с аэропорта прилета основной аэропорт прилета это доломан добраться до марины можно либо на автобусе либо на трансфере стоимость автобуса примерно 25 лир стоимость трансфера если вы едете в гёчик этот примерно 27 евро если вы едете фития то это порядка 40 евро в случае автобуса вам нужно еще будет такси поэтому если вы прилетаете большой компании то трансфер будет не сильно дороже но намного комфортнее и удобнее быстрее в гёчике порядка четырех marine где можно взять яхты в чартер но основная это de marine марина очень комфортно все сделано на высоком уровне здесь отличные души туалеты есть прачечная кафе и рестораны есть небольшой магазин с продуктами и напитками здесь же два раза в год проходит известная регата гёчик рейсвик на которую собираются очень большое количество русскоговорящих яхтсменов но к сожалению в этом году ее по крайней мере пока что весеннюю регату отменили надеемся что хотя бы осенняя состоится и мы сможем с вами со многими из вас увидеться на регате на мой взгляд единственный минус данной марины это отсутствие заправочной станции то есть для того чтобы вам заправиться дизелем после окончания чартера и откачать холдинг танки вам нужно будет идти либо в марин тюрк марину либо в клаб марину сам гёчик это небольшой городок с красивой набережной где можно найти просто массу ресторанов баров кафе на центральной улице есть сувенирные лавки яхтенные магазинчики где вы можете купить если вам нужно там перчатки или еще что-нибудь вы можете там это легко найти и также находятся супермаркеты где вы затариваетесь провизии для вашего похода и у супермаркетов есть доставка на яхту многие называют гёчик турецкая рублевка и наверное в этом что-то действительно есть потому что цены здесь отличаются в большую сторону по сравнению с мармарисом или фития здесь мы постоянно ходим вест кафе кухня тут скорее европейская с включением локального меню но что лично мне нравится в этом кафе ресторане кафе как угодно называйте это то что здесь приносят нормальный чек не каракули написанные на непонятном листке бумаги и в нормальном чеке можно разобрать особенно если большой компания кто что ел и сколько это стоит фития фития есть две основные марины где вы можете взять яхту в чартер но основная марина это эджи марин в марине есть хорошие души туалеты по-моему есть небольшой барчик к там честно говоря ни разу не был в барах внутри марины и на мой взгляд здесь есть два больших плюса по сравнению с гёчиком заправка дизелем и откачка фекальных танков находится васты танков холдинг танков кому как удобно называйте по разному все время называю так вот на заправке находится непосредственно и заправка и откачка холдинг танков находятся непосредственно в марине и здесь же в марине есть большой супермаркет кэрфур где вы можете затариться на всю неделю сам город фития достаточно большой здесь вы можете при желании вы можете прогуляться сходить в старый центр и посетить местную достопримечательность рыбный рынок можете купить рыбу и вам ее на месте приготовят но будьте аккуратны и спрашивайте заранее цену не только рыбы но и финального продукта иначе вы можете обнаружить просто такой чек поэтому будьте с этим аккуратно и спрашивайте все заранее из ресторанов непосредственно рядом с марина мне нравится ресторан на крыше отеля алиста яхт отель вы можете здесь отметить как начало вашего похода так его и окончание кроме вкусных и больших блюд вам открывается просто шикарный вид на фитии залив и и джи марину ну вот о местах старта я вам немного рассказал теперь можно перейти непосредственно к самому маршруту всего протяженность нашего маршрута порядка 100 вашего маршрута порядка 120 миль но не забываем про галсы поэтому ваш маршрут может немного больше быть и финальной точкой куда мы дойдем будет кекова как и всегда приемка яхты в районе 17 часов оформление документов затарка провизии и выход уже воскресенье рано утром но если получится принять яхту раньше то имеет смысл сразу же выйти к первой точке нашего маршрута яхтенной стоянки на острове гиммеллер тогда завтракать вы будете уже в окружении бирюзовых вод гор и прочей красоты переход до гиммеллера всего порядка 15 миль по прямой не забывайте не буду долго вдаваться в историю острова скажу лишь что историки считают что этот что поселение здесь основал святой николай да да тот самый прообраз анта клауса и историки и археологи считают что остров гиммеллер был его первым местом захоронения а сейчас его останки находятся в итальянском городе баре лично мне да и многим кто здесь был со мной или по моей рекомендации здесь очень нравится здесь красивая якорная стоянка и во время купания с маской и ластами вы можете под водой увидеть руины древнего города останки уже конечно сложно понять что там было но по крайней мере понятно что это были какие-то здания но кроме купалки здесь обязательно стоит на тузике отправиться на берег на острове сохранилась некоторые очень даже хорошем состоянии древние постройки здесь можно на полу церкви увидеть древнюю мозаику но правда подойти к ней нельзя потому что она закрыта и охраняется также вы можете пройтись по старому туннелю и увидите я так думаю что это наверное были останки цистерн точнее что это были цистерны и теперь это останки этих цистерн для воды если вы путешествуете с детьми то поверьте здесь здесь им будет очень интересно конечно не с точки зрения истории или каких-то археологических раскопок или зданий но с точки зрения игры это точно к вечеру обязательно стоит подняться на самый верх на маяк и встретить здесь закат это просто бомбическое зрелище поверьте мне я там много раз был и постоянно хожу туда смотреть но не забудьте с собой взять фонарик потому что к обратно вы уже можете спускаться в темноте и поверьте это еще тот квест если у вас есть только телефон или нет вообще ничего я там несколько раз уже просто блуждал по руинам поэтому не забудьте про налобный фонарик вход на остров платный что-то в районе 7 или 8 лир было хотя сейчас не знают цены могут и повысится после всего этого кризиса но по крайней мере было 78 лир не думаю что насильно повысится не забывайте про чаек теперь что касается самой стоянки на острове здесь вы встаете на якорь с оттяжкой на берег в этом вам поможет может помочь местный чувак он так на такой лодочке деревянной к вам приплывает принять у вас кормовой швартов и завести его куда-нибудь на камень завязать узлом но последнее время что-то он офигел и просит за пятиминутную помощь 50 лир а иногда и больше и он также является хозяином ресторана на берегу но об этом немного позже это очень важная информация не пропустите и если не хотите пользоваться его услугами то можете сделать это самостоятельно отправив одного из членов экипажа либо вплавь со всей бухтой на берег и либо на тузике в зависимости от ветровых условий и наличие грибцов на вашей яхте при постановке на якорь я заранее вам советую выбросить метров 15 цепи то есть вы подходите вы видите глубину глубина там достаточно большая отдаете метров 15 и только потом начинаете движение задним ходом если вы этого не сделаете и начнете отдавать якорь поздно то все время движения пока вы будете идти назад якорь еще будет просто вас отдаваться и тогда когда вы встанете уже на желаемое место и будет нормальная глубина вы можете просто обнаружить что якорь у вас не держит и вам придется переставляться поэтому здесь лучше отдали 15 метров выбрали себе место куда вы хотите встать и уже пошли то есть у вас глубина там 20 метров например там можно даже 18 отдать выбрать себе точку и идти стоять здесь лучше в хорошую погоду с желательно с безветрием ночи но небольшой ветерок не страшен если же ветер будет если есть усиление ветра на ночь что здесь лучше не стоять были моменты когда людей которые я сдавал яхту их просто срывало и они обнаруживали себя уже в паре метре от камней слава богу успевали завести двигатель и уйти поэтому будьте с этим аккуратны и всегда смотрите прогноз погоды и о ресторане большими буквами говорю ни в коем случае не ходите в этот ресторан и не заказываете ничего оттуда на яхту еда пожалуй самая худшая в турции который я вообще когда-либо где-то ел можете посмотреть в любых отзывах на любых сайтах все просто заплевывает этот ресторан мало того что там еда плохая так еще и за 5 кебабов с вас легко могут попросить тысячу лир кирилл привет я тебя предупреждал здесь лучше всего готовить и кушать на борту да и сама якорная стоянка к этому как нельзя лучше располагает и также будьте аккуратны с мороженщиком который к вам может подъехать иначе вы можете обнаружить что дети уже мороженое едят а с вас попросят за 3-4 мороженых сто сто пятьдесят лир у меня такое было но правда вот последний крайний раз когда я там был он вроде как нормальные цены какие-то объявлял поэтому лучше спросить заранее цену только потом уже брать у него мороженое а вот если увидите бабушку с дедушкой на деревянной лодке то у них можете взять гюзлеме они его готовят на традиционной турецкой печки прям непосредственно на яхте гюзлеме есть традиционное есть гюзлеме сладкое у них можно купить цены достаточно адекватные и очень вкусно после гиммелера вас ждет переход в городок каш вот этот переход у нас достаточно длинный порядка 40 миль поэтому я бы вам советовал выйти пораньше чтобы вы успели прийти до темна и успеть погулять по городку в каше вы встаете в полноценной современной марине которая так и называется каш марина марина относительно новая и очень комфортная стоянка здесь на мурингах отличные души туалеты есть вода электричество как и в любой полноценной марине если у вас яхта с кондиционером то никаких проблем с электричеством у вас для кондиционера не будет как мне показалось стоимость стоянки в каш марине немного дешевле чем в маринах ведь ей либо мармариса либо гючика если вы прибудете достаточно рано то вы можете остановиться на якорной стоянке прямо перед мариной и покупаться в марине есть по моему пара ресторанчиков где вы можете как поужинать так и отведать большой турецкий завтрак и что немаловажно есть магазин супермаркет мигрос где вы можете если вам нужно затариться но думаю что в фите или в гетчике вы затаритесь и еще вам особо много ничего не понадобится в основном алкоголь здесь всем нужен потому что алкоголя почему-то всегда всем не хватает вечера на такси вы можете доехать до старого центра и погулять по набережной каша по его уютным небольшим улочкам с белыми домиками которых такие красивые деревянные балкончики стоимость такси порядка 15-20 лир вызвать вы можете его либо из офиса марины либо подойти к одному из охранников и попросить вызвать вам такси если позволяет время то из каша вы можете съездить в древние города ксанф и литон где можете увидеть древние буквы которым порядка 2003 больше чем 2 2300 лет историки по этим буквам смогли прочитать древний ликийский язык здесь же за мной гонялись охранники мне все-таки удалось сделать несколько кадров дроном хотя им рассказывал что у меня есть разрешение и все но там была табличка но у дрон зон но я все-таки сделал вот такой я нарушитель закона на следующий день вас ждет переход кашкекова по прямой это порядка 19 миль извиняюсь пересохла по пути вы будете проходить небольшие островки будьте аккуратны при навигации я замечал что не все примут или там отмечены поэтому будьте аккуратны также справа по борту вам откроется остров греческий остров кастелариза можете пофоткать посмотреть но ни в коем случае не вздумайте туда заходить как бы вам этого не хотелось без оформления входа выхода и входа из турции соответственно и в грецию в прошлом году в девятнадцатом году одни ребята ослушались чартерную кампанию которая им говорила что не надо ни в коем случае на катамаране висела табличка что нельзя заходить без оформления но они решили сломать все стереотипы зайти и приехали на полмиллиона слава богу рублей и посидели несколько часов в турецкой тюрьме ну или в участке не знаю в общем ни в коем случае туда не заходить особенно после того что сейчас происходит в мире и когда откроется навигация я думаю что все будут очень злые в кеково я обычно швартуюсь у понтона ресторана ликия здесь приятные хозяева сын с мамой стоянка понятно бесплатная но само собой вы кушаете если хотите завтракаете у них в ресторанчике ничего фешенебельного еда очень вкусная особенно рыба и здесь готовят самые вкусные потейта чипс в турции которые я вообще когда-либо здесь ел ничего особенного просто тонко нарезанный картофель посоленный и пожаренный видимо в масле я не знаю это просто как-то божественно можете вот поверить мне заказывать сразу несколько порций потому что я обычно всем советую заказывать заказывают одну-две порции начинают есть и тут же заказывают еще две-три-четыре порции есть вода электричество в принципе если у вас с яхта с кондиционером то даже должно хватить на кондиционер но не факт у нас были моменты когда просто и мы включали кондиционер и отрубался не только наш ресторан и несколько соседних вот поэтому имейте это в виду и также не забудьте перед выходом из марины парень домашней марины при приемке яхты проверить переходники и коннекторы на электрические провода и на старуху бывают пара руха и я как-то вот с этим лопухнулся и пришлось браться за инструменты чтобы подключить электричество стоянка лагом так что можете заранее к этому готовиться заводить швартовые я обычно стою правым бортом мне почему-то так то ли везет но я думаю что вы можете заранее по телефону спросить каким бортом вас будут ставить и завести швартовые на необходимый борт брони лучше сделать заранее чтобы вас ждали и оставили вам место всего на понтоне может стать порядка трех-четырех яхт с погодными условиями тоже никаких проблем у нас не возникало даже при небольшом ветре относительно небольшом ветре все было спокойно и без каких-либо происшествий да и также имейте ввиду что здесь проблема с магазинами до закупиться вы не сможете ну максимум это может быть хлеб вода пиво соки воды но но не но не больше поэтому учтите это перед выходом из предыдущей маринами после швартовки можете накупаться прям с понтона в море сплавать на котмеле к саркофагу стоящему прям в воде и как мне кажется здесь вот реально самое теплое море где я вообще либо купался я здесь это наверное единственное место где я просто вообще не вылазил из воды и просто постоянно плаваю после купалки советую вам подняться к останкам крепости рыцарей госпитальеров в древнем городе семена основанном в пятом веке до нашей эры по пути наверх вы встретите массу сувенированных лавок надеюсь они все все-таки выживут и будут работать также можете встретить там ресторанчики кафешки можете остановиться по нам по по наслаждаться видами и выпить свежевыжатого сока крепости с вершины самой вершины с крепости открываются просто потрясающие виды на залив и на сам остров кекова и теперь о самом интересном в этой локации обязательно стоит посетить сам остров кекова вы можете пройтись вдоль северного побережья посмотреть на руины древнего города но к сожалению или к счастью здесь нельзя купаться или нырять поэтому вы можете пройти на яхте и посмотреть с борта под водой увидите останки зданий лестниц стен на древнюю гавань затонувшего города во втором веке нашей эры в результате очень сильного землетрясения большая часть города ушла под воду вообще у кекова очень интересная история не нет к сожалению времени все это рассказать здесь но я думаю что если вы собираетесь пройтись этим маршрутом то стоит открыть интернет и почитать историю посетить остров можно двумя способами первый способ это взять в аренду местную яхту с местным же капитаном желательно с прозрачным дном либо на своей яхте но если честно я ходил и так и так и мне понравилось больше с местным потому что когда ты идешь на своей яхте есть места где для того чтобы что-то увидеть тебе нужно подойти буквально там чуть ли не метр-два к скалам и вот наличие хотя глубины показывают все хорошо но наличие тех скал и каких-то стен там остатков строений под водой и длина моего киля меня немного заставляют так очковать так сказать вот поэтому я бы советовал взять местного и спокойно уже наслаждаться видами фотографировать окружающие всякие развалины в себя фотографировать можно камеру под воду засунуть посмотреть спокойно он сделает остановку где это нужно и вам будет спокойно за безопасность поэтому мой вам совет туда на своей яхте не идти местную лодку с капитаном вы можете забронировать как заранее так уже на месте наверное если вы будете высокий сезон то лучше это сделать заранее и тем более если вы хотите с прозрачным дном потому что когда мы бронировали уже больше по факту бронировали то у нас была хорошая но без прозрачного дна к сожалению после осмотра подводных руин лодочка отвезет вас в тарсаны кую где вы уже сможете сойти на берег и побродить пешком по острову опять же детям здесь будет очень интересно и хотя по реакции взрослых которые были здесь со мной им здесь было тоже не менее интересно чем детям если же все таки вы решите идти на смотр келкова свои на своей яхте то как я уже сказал будьте аккуратны и будьте аккуратны когда вы будете заходить в тарсаны кую если опять же вы туда захотите заходить это очень достаточно такой узкий узкая бухточка и для того чтобы встать на якорь вам приходится якорь класть практически у одного берега и кормой отходить к другому якорь здесь не очень хорошо держит у меня получилось нормально встать только с третьей четвертой попытки и конечно же ни в коем случае здесь но не стойте ночью это очень небезопасно как якорь может поползти так и ветра может подуть и даже если у вас немножко подтянет вы можете просто пером руля зацепиться за камни поэтому будьте здесь предельно аккуратны после осмотра острова по суше та же самая лодочка может отвезти вас как местные его называют пул или бассейн по-нашему тут кристальная чистая вода и вот в уходить отсюда вообще не хочется хочется остаться и продолжать постоянно купаться но небольшой минус в сезон здесь может быть много гулет и разных туристических корабликов с туристами но в принципе друг другу не мешают никто вместо здесь достаточно много и вы можете спокойно насладиться купанием в кристально чистой воде залива опять же сюда вы можете зайти и на своей яхте если не успеете этого сделать в день прихода на кеково то можете это сделать на следующий день перед выходом в следующее место кекова наша самая дальняя точка на этом маршруте и теперь вы начинаете движение в обратную сторону в сторону залива фетии не хочется ехать обратно но нужно чаек обновил продолжаем следующий переход у нас кекова калкан занимает порядка двадцати шести миль в калкане стоянка в городском порту и место нужно забронировать заранее потому что если этого не сделать даже в невысокий сезон то по приходу вас просто могут за развернуть на якорную стоянку по причине отсутствия мест как я вам уже говорил если вы берете яхту через меня то я сделаю для вас все необходимые брони по маршруту рекламная пауза в порту есть вода и электричество но иногда с перебоями также есть душ туалет но он за отдельную плату если честно я ни разу туда не ходил но ребята у меня ходили сказали что ну так себе так что если вы проверите будете там проверить и дайте знать в комментариях свое мнение что вы думаете о душах и туалетах в калкане бухта закрыта от превалирующих ветров и достаточно безопасно но имейте ввиду что здесь проблема с мурингами их здесь очень мало и скорее всего вам придется становиться с отдачей якоря будьте аккуратны внимательны иначе с утра можно станцевать яхтенная танго при поднятии цепи сцепившись с цепями с другой яхтой и такое тоже бывало но ничего страшного калкан небольшой рыбацкий городок мне он чем-то напоминает городки на греческих островах здесь приятно погулять по улочкам посидеть в местной кафешке расслабиться выпить турецкого чая или кофе отсюда вы также можете съездить на известный капу таш бич и вот это обязательно стоит сделать по пути в калкан вы также можете подойти к нему с моря и посмотреть на него с моря он достаточно красивый и весьма фотогеничный но вот на якорь здесь вряд ли получится встать ну по крайней мере у меня ни разу не получалось встать потому что даже при отсутствии ветра небольшая прибойная волна не доставляет никакого комфорта и не вызывает желание остановиться на якорь сбрасывает тузик и ехать на тузики на берег поэтому лучше из калкана это сделать на такси говорят это самый красивый пляж турции и это наверное действительно так ну может быть не самый красивый но один из это точно вся его красота не только в золотистом песочке но и то что он находится в таком как бы как это сказать в ущелье наверное когда вы туда приедете то вам открываются просто бомбические виды на него со скалы вот супер шикарные фотографии вам здесь обеспечены можете посмотреть в интернете и на забить капутаж бич и выйти просто массу фотографии оттуда само собой березовую воду никто не отменял вернувшись к алкан вечером можно посидеть на моле распить бутылочку винца и понаблюдать просто шикарный закат если не успеете посетить капутаж бич после прихода в калкан то это можно сделать с утра но я вам советую это делать как можно раньше во первых там людей будет мало во вторых у вас времени так много потому что следующий переход у вас будет в сторону острова гиммеллер переход по прямой порядка 30 миль поскольку на гиммеллере вы уже были то вы можете если конечно хоть не хотите еще раз до зайти то вы можете встать в бухте карачао рэн здесь вы можете встать как на якорь так и на буй но на буй вы можете встать только в том случае если вы либо на тузике едете в ресторан либо заказываете еду из ресторана мы как-то пытались даже заплатить за буй но нам сказали что нет будет только для посетителей и в этой же бухте еще кстати часто приплывают морские черепахи можно с ними поплавать понырять поделать фотографии если поймать и естественно но если вас не пугает увеличить ваш переход еще порядка на 12 миль то я бы вам советовал дойти до бухты кучук сарсала и встать у полноценного понтона ресторана обычно все кто знает это место так и говорят идем к сезгину так зовут хозяина ресторана сезгин очень милый дядечка прочим на мой не только на мой взгляд это одно из лучших яхтенных мест здесь только яхтсмены так как добраться в бухту можно только по морю и по берегу здесь совершенно нет никакой дороги если только не идти через горы бухта кучук сарсала небольшая и очень красивая ну по крайней мере я так думаю не только я и здесь я ни разу не встречал какой-либо проблемы с безопасностью во время стоянки из-за ветров потому как бухта достаточно хорошо защищена от всех превалирующих ветров здесь есть вода и электричество но с некоторыми оговорками шланг дотягивается не везде во первых лучше всего забронировать место заранее потому что в сезон вместо популярной в сезон может просто не быть свободных мест когда вы сюда придете по или поставят вас где-то сильно с краю и если вам нужна бункеровка водой то лучше при бронировании заранее об этом предупредить чтобы для вас подготовили место где шланг сможет дотянуться электричество здесь поскольку с берега ниоткуда с города нет линии электропередач то электричество здесь подается от дизель-генератора на берегу и соответственно он не настолько мощный чтобы запитать постоянно питать все лодки плюс все facilities как это по русски в общем все что нужно ресторану в электричество может просто не хватить поэтому электричество здесь дают обычно два часа утром и два часа вечером чтобы можно было подзарядить батареи поэтому если у вас яхта с кондиционером имейте это в виду соответственно если у вас есть генератор то вы можете пользоваться генератором но генератор не всегда удобен потому что часто он мешает соседям и создает шум поэтому действуйте исходя из сложившихся обстоятельств и поговорите с соседями на берегу есть душ и туалет и ничего фешенебельного но чисто и просто по крайней мере искупаться и сходить в туалет на берегу вы сможете без каких-либо проблем ну и самое главное наверно за что все любят это место это конечно же барашка поверьте такого барашку вы наверное вряд ли где-то пробовали ну если пробовали это точно не часто у сезги на какой-то свой рецепт он томит баранину в каком-то супер своем соусе шесть или восемь часов и мясо просто она настолько нежно что даже те люди кто просто не ест барана его здесь его едят даже моя жена ира пробовала хотя на баран в принципе как и во всех маршрутах которые я вам советую рекомендую и которые я вам озвучиваю вы можете менять очередность мест посещения исходя из прогноза погоды потому что не всегда получается идти именно тем маршрутом поскольку ветер не всегда позволяет но в любом случае в четверг к вечеру я вам советую уже оказаться поближе к домашней марине и не откладывать длинных переходов на последний день итак настала пятница уже можно никуда не спешить независимо от того где вы стояли на гимилере в карачао рен либо у сезги на переход у вас домашней марины будет небольшой поэтому с утра можно спокойно позавтракать накупаться чистом море напоследок перед вылетом домой и уже не спеша поселить в домашнюю марину потому что к 17 часам вам нужно примерно к 17 часам вам нужно быть в домашней марине для сдачи яхты несмотря на то что в домашней марине нужно быть в районе 17 часов я бы вам советовал пойти все-таки пораньше потому что много раз я заставал такую ситуацию когда просто огромная очередь даже несмотря на то что я приходил вроде как заранее я стоял по два два с половиной часа просто в очереди на заправку и на откачку фекальных танков поэтому спормируйте свой маршрут в домашний марин таким образом чтобы прийти чуть раньше и зайти на заправку дизеля и как всегда в турции не забудьте откачать какашки и прокатать блю карт ну какашки вы не забудете откачать вот блю карт иногда люди забывают поэтому не забудьте дать на заправке блю карт все вот и закончилось ваше недельное путешествие по берегам турции теперь остается только сдать яхту и отправиться в аэропорт и домой к сожалению кстати я уже несколько раз совмещал путешествие на яхте с береговым путешествием после сдачи яхты и если у вас позволяет время и отпуск то вы можете сделать то точно так же то есть задержаться еще на несколько дней и проехать и посетить проехать по берегу и посетить массу интересных мест коими турция слава богу просто настолько богато что можно каждый день ездить и открывать для себя что-то новое кстати на самом деле я планирую сделать видео потому что у меня есть материал о местах которые можно посетить после яхтиного путешествия поэтому если вам интересно то можете написать в комментариях насколько это было бы интересно и актуально и я тогда соберу есть материал который у меня есть и сделаю примерно такой же влог но путешествие по берегу мне кажется этот выпуск получится тоже не самым коротким но надеюсь что он для вас был развлекательным или как минимум полезным если вам понравилось то кнопочка подписки на мой канал примерно где-то здесь кнопочка лайков дизлайков и поделиться опять же если понравилось то не забывайте делиться она вот где-то вот здесь находится ну а если вы хотите мне сказать что-то в комментариях дать свои советы может быть поделиться какой-то информацией которую я еще не знаю то можете это где-то вот вот тут вот тут вот в комментариях вы можете это сделать но я желаю вам безопасных якорных стоянок под звездным небом и увидимся в следующем видео пух стойте какой пух лайфхак же же еще чтобы у вас получился правильный турецкий чай его нужно очень хорошо промыть перед завариванием холодной водой и ни в коем случае не заливать его кипятком сначала промываете чай заливайте его холодной водой в верхнем чайничке нижний чайничек наливаете соответственно холодную воду ставите его кипятиться сверху верхний чайничек в котором у вас заварка залитая холодной водой и и когда нижний чайник закипает вот он должен покипеть минут 15-20 тогда чай в верхнем чайничке он проваривается и отдает все самое полезное и вкусное а кипятком вы его просто убиваете приятного чаепития вот теперь пух